Здравствуйте, уважаемые коллеги! Приветствуем вас на семинаре, тема которого «Применение активных методов обучения при организации формативного оценивания по теме «Треугольники» 7 класс». Ведет семинар Красильникова Валерия Георгиевна, учитель математики Назарбаев интеллектуальной школы физико-математического направления города Семей. Цель нашего семинара – обобщение опыта работы учителей школы, применение активных методов координации и организации формативного оценивания при изучении темы «Треугольники». В руководстве по критериальному оцениванию для учителей Назарбаев интеллектуальных школ 2016 года говорится, формативное оценивание – это вид оценивания, который проводится в течение учебного процесса, обеспечивает обратную связь между учителем и учащимися и позволяет своевременно корректировать обучение. Принципы формативного оценивания. Формативное оценивание является частью преподавания и обучения, является оцениванием для обучения, охватывает все цели обучения программы, безотметочное оценивание, оценивание в соответствии с критериями оценивания, предоставление обратной связи учащимся и родителям, анализ результатов и корректировку обучения с целью повышения его качества. Формативное оценивание предполагает следующую деятельность учителя – планирование, организация и проведение формативного оценивания. В планированиях формативного оценивания опирается на учебную программу и план. Проводится анализ целей обучения и составляются критерии оценивания согласно учебной программе. Определяются инструменты оценивания, достижения результатов и планируются методы обучения, составляется план урока. Организация формативного оценивания опирается на руководство по критериальному оцениванию для учителя и используются сборники заданий для формативного оценивания. Разрабатываются задания в соответствии с критериями оценивания и целями обучения. Разрабатываются дескрипторы к этим заданиям. Обдумывается и прописывается форма предоставления обратной связи. Проведение формативного оценивания подчиняется правилам критериального оценивания. Проводится сбор информации для своевременной корректировки процесса обучения и предоставляется обратная связь учащимся и родителям. Основу формативного оценивания составляют вопросы. Первый. На какой стадии обучения учащиеся находятся? Второй. Куда они стремятся к своему обучению? И третий. Что необходимо сделать, чтобы помочь им достигнуть этого? Этапы организации формативного оценивания следующие. Во-первых, учитель проводит обзор цели обучения в учебной программе и в учебном плане. Например, тема треугольники. На изучение темы отводится 15 часов. Теугольник состоит из двух подразделов. Треугольник и его виды, признаки равенства треугольников. Первый подраздел и второй подраздел. Равнобедренный треугольник и его свойства. Учитель изучает цели обучения, которые предполагается изучить по этим двум разделам. Их всего 7 целей обучения. И распределяет представленные часы, соответственно, исходя из опыта и учитывая мнение учителей параллели. Рассмотрим на примере цели из первого подраздела решать задачи на вычислении и на доказательство, применяя признаки равенства треугольника. Данная цель как бы обобщает и данная цель дает возможность закрепить применение признаков равенства треугольника. Вторым этапом организации формативного оценивания является соотнесение цели обучения с уровнем мыслительных навыков и составление критериев оценивания. Третий этап. Уровень мыслительных навыков, соответствующих данной цели, это применение анализа синтез, то есть навыков высокого порядка. Критерии оценивания, которые можно составить данным навыкам, это и к цели, используют признаки равенства треугольников при решении задач, анализируют условия задачи и отображают в виде краткой записи и чертежа. Определение типа задания и разработка этого задания. Следующий этап, четвертый. Возьмем пример, например, такого задания, которое будет отражать данную цель. Отрезки АЕ и ДЦ пересекаются в точке В, являющейся серединой каждого из них. Докажите, что треугольники АВЦ и ЕВД равны. Найдите углы А и С треугольника АВЦ, если в треугольнике ВД и Е угол Д равен 47 градусов, угол Е равен 42 градуса. Задание взято из сборника формативного оценивания для седьмого класса. И данное задание относится к заданию с вопросом с развернутым ответом. Пятый этап составления дескрипторов к заданию. Первый дескриптор выполняет построение чертежа по условиям задачи. Учащийся применяет признаки равенства треугольников, доказывает равенство треугольников, находит градусные меры углов. И последний этап – это обратная связь. Подраздел учебного плана «Треугольники и его виды. Признаки равенства треугольников». Рассмотрим применение формативного оценивания по всем этапам для всех целей данного раздела треугольники и для подразделов треугольники «Его виды. Признаки равенства треугольников» равноведренные и равносторонние треугольники. Первая цель первого подраздела – знать определение треугольника, различать его виды. Каждый учитель имеет свое осмысленное понимание сформулированной цели обучения, видение на необходимые для ее достижения средства и стратегии. Поэтому для гарантированного уровня достижения цели обучения мы проводим горизонтальное планирование учителей параллели седьмых классов. На планировании рассматриваем связь целей с имеющимися опытом и знаниями учащихся. Обращаем внимание на необходимые предварительные знания, контекст и краткий обзор. Учитываем результаты формативного оценивания предшествующих и запутствующих понятий. Следуем указаниям в учебном плане, например, на ссылку в учебном плане, указывающую на межпредметные связи, и разрабатываем единые критерии оценивания. Основные задачи формативного оценивания – это определение и представление учащимся целей обучения и критериев оценивания, создание коллаборативной среды и определение, что и на каком уровне достиг учащийся, обеспечение конструктивной обратной связи, направленной на развитие учащихся, вовлечение учащихся в процесс взаимного обучения, ориентирование учащихся на самоучение. Понимание и озвучивание целью урока учеником означает вступление в действие компонента формативного оценивания, который Блэк и Ульям обозначили как активное участие учащихся в процессе собственного учения. Рассмотрим методы формативного оценивания, которые применялись для достижения данной цели. Знакомство с темой урока и с целями обучения. Самый важный этап в знакомстве с целью. Предложить учащимся взять одну фигуру на столе и объединиться в группу по цвету. Все фигуры – треугольники всех видов и разного цвета. Количество оттенков равно количеству предполагаемых групп. Задание группам дано следующее. Определить вид фигур в группе. Что будет изучено на уроке, по их мнению. И сформулировать тему урока. Следующий важный момент работы над целью – это формулировка цели обучения. Сначала предлагаем учащимся сформулировать цель урока, исходя из темы. Найти в карте цели, затем найти в карте цели следующее, соответствующую цель обучения. Учащиеся читают цель обучения, затем комментируют свое понимание этой цели. Желательно выслушать трех-четырех учащихся. Учитель демонстрирует цель обучения и цели урока на доске. Учащиеся сверяют свои ответы и предполагаемые ответы на данный вопрос. Далее учитель предлагает учащимся подумать и обсудить в группе критерии оценивания и действия по достижению этой цели. А затем представляет учащимся разработанные учителями критерии оценивания, уровни достижения цели и дискрипты. Оценить работу группы или в группе можно по всем показателям, либо по отдельным. Это зависит от выбора методов, навыков и критерий в оценивании цели. Ниже представлен на таблице критерии в оценивании по четырем показателям. Оценивание работы группы, оценивание выступления группы. Оценивание работы в группе по критериям. Умение анализировать данные, умение определять метод решения, умение составить план решения проблем. Оценивание выступления группы, регламент можно оценить. Информативность, логика изложения материала и четкость его изложения, Точность изложения материала, математическая грамотность. Можно оценить индивидуальную работу учащихся в группе, самооценивание учащихся при работе в группе, знание учебного материала, организация работы в группе, активность в группе, умение работать в команде. Оценивание продуктивности работы группы, умение приводить аргументы, умение сравнивать, умение отвечать на дополнительные вопросы по теме. Но данную таблицу можно пополнить другими характеристиками работы группы. Очень важным инструментом формативного оценивания является метод наблюдения. В цели эффективного преподавания и обучения необходимо наблюдать за учащимися для определения их прогресса и текущего уровня понимания. Наиболее важный метод наблюдения делится на формальное наблюдение и неформальное наблюдение. Формальное наблюдение мы применяем при оценивании устных ответов, выступлении группы, работе в парах или группах с использованием критериев оценивания и дескрипторов, комментариев при взаимооценивании и самооценивании. Неформальное наблюдение – это наблюдение учителя за тремя-четырьмя учащимися во время выполнения какого-либо задания в соответствующими комментариями в своем журнале. На одном-двух уроках эти комментарии должны быть сделаны для каждого учащегося. Примеры неформального наблюдения – это можно выразить в виде журнала наблюдения одного урока. Фиксируем в специальном журнале позитивные и негативные показатели деятельности учащихся или оставляем комментарии в рефлексивном дневнике учителя. Ниже представлена таблица, в которой указано имя ученика и комментарии. Отлично поработал, имеет высокий уровень логики. Хорошо, есть сомнения в выборе элементов. Хорошо, есть неточности в записи равных углов. Путает обозначение угла и треугольника. Следующим видом записи комментариев учителя при неформальном наблюдении – учетный лист для бесед. Его удобно вести при изучении определений и проверки знания формул, теорем. Определение треугольника и его виды. Можно включить в следующие рубрики для фиксации результатов. Формулировка, определение, понимание, выполнение чертежа и математическая грамотность. Здесь мы можем в формулировке четкое, путается, своими словами. Понимание поясняет, либо не может пояснить. Выполнение чертежа небрежно, отлично. И математическая грамотность путает обозначение, без ошибок, не применяет вообще термины. Говорит своими словами. С целью определения зоны ближайшего развития перед изучением треугольника оцениваем уровень готовности учащихся к восприятию материала. Предлагаем выполнить задание в группах. Задание 2 квадрата. В первом квадрате в центре в овале записан угол, во втором – отрезок. В каждом квадрат разделен на 4 части. В каждой части записаны темы, которые учащиеся должны раскрыть. Проверяется знание аксиом, в которых отражены основные свойства отрезков и углов. Аксиом измерения и аксиом откладывания. Аксиом принадлежности прямой и аксиом лежать между. Умение измерять и строить отрезки. Середину отрезка. Измерять и строить углы с помощью транспортира. Классификация углов и понятие бисектриса угла. Группы получают разные задания. Затем обмениваются заданиями для взаимооценивания. Используем стратегию «Две звезды и одно пожелание». Карточки для данного оценивания заготавливаются заранее, чтобы сократить время на заполнение. Работа по достижению языковых целей и развитию математической грамотности очень важна. Поэтому мы используем элементы методики КЛИЛ. Предлагаем учащимся карточки со списком терминов и связующих слов, которые будут использоваться на уроке. Учащиеся заносят термины в один из трех столбцов в таблицу, представленную ниже. Таблица состоит из трех рубрик. «Знаю», «Хочу узнать», «Узнал», «Узнала». Учащиеся, которые знают, могут при проверке и обмене знаниями в парах или малых группах поделиться с другими учащимися. И таким образом происходит взаимообращение. Следующий вид формативного оценивания очень помогает на уроках геометрии при изучении теории и при изучении методов решения задач «Думай, объединяйся, делись». Например, задание «Работа над определением треугольника». Постройте треугольник. Из каких простейших фигур он состоит? Сформулируйте определение треугольника. Обозначьте построенный треугольник. Назовите и запишите его элементы. Выбор данного метода позволяет развивать речь учащихся и формирует понимание структуры определения и его связь с наглядным изображением. Узнать действие «Связь треугольника» и простейших геометрических фигур. Точка, отрезок, треугольник. Данный метод еще по-другому называет диаграмма «Джентиль». Состоит из четырех этапов. Постановка учителем вопроса или задачи, самостоятельное размышление, письменное фиксирование ответов учениками, затем объединение в пары с целью объединения лучших ответов и озвучивание учениками своих усовершенствованных ответов в классе. Данная методика очень хорошо применима для рассмотрения классификации треугольников. Например, работа в группах. Разделить на группы треугольники, полученные в начале урока, дается задание учащимся. Пояснить разбиение, сформулировать признаки классификации, записать две схемы со схематичным изображением различных видов треугольников и названиями их сторон. После чего проводится открытый тест с сопоставлением и формулировкой признаков классификации для каждого вида треугольника по сторонам и по углам. Учащиеся индивидуально выполняют тест, затем проверяют в парах и обсуждают в классе. Комментарии по самооцениванию и взаимооцениванию записываем только конструктивные и позитивные. С целью закрепления терминологии названия классификации треугольников предлагаем выполнить индивидуально открытый тест из сборника формативного оценивания 2017 года. Работа над пониманием термина элементы треугольника может быть представлена в виде практического задания. Изобразить треугольник, обозначить его вершины А, В, С, выделить сторону А, В и вершину, противоположную к ней. Покажите угол, прилежащий к стороне А, В, отметьте угол А, С, В, определите его вид. Назовите углы, прилежащие к стороне А, С. Учащиеся в группах по три изображают тупоугольный, прямоугольный и равнобедренный треугольник, каждый по одному виду. Можно вытянуть по жребию карточку с названием. Затем предлагаем учащимся обсудить полученные результаты для разных треугольников и сделать выводы. Данное задание позволяет разобраться учащимся в терминах, в понятиях прилежащие, противолежащие, прилежащие углы, противолежащие стороны, угол между сторонами. Развитие предметных навыков построения может быть осуществлено через задачу исследования. Задача исследования может состоять, например, из таких вопросов и заданий. Изобразите равнобедренный треугольник МКП. Как это можно сделать на бумаге в клетку? Изобразите равносторонний треугольник КУРС. Как вы это сделали? Опишите пошагово ваше построение. Как можно построить эти треугольники на бумаге без клетки? Как можно сделать без ножниц из листа бумаги А4 модель этих треугольников? Задание на измерение сторон, измерение углов треугольников и вычисление их суммы позволит развить навыки измерения. Данное задание мы можем давать учащимся при наличии времени. Но желательно, конечно, рассмотреть понятие периметра хотя бы. Каждая пара получает два треугольника равнобедренный, тупоугольный и прямоугольный разносторонний. У разных пар размеры треугольников разные. По завершении измерения и вычисления учащиеся отвечают на вопросы. Как называется сумма сторон треугольника? Какой вывод вы можете сделать о сумме углов в ваших треугольниках? Учитель просит учащихся встать и подойти к остальным парам и сверить ответы, обсудить и записать наблюдения. Домашнее задание можно дать в форме мини-проекта и организовать на уроке фестиваль мини-проекта. Тему семинара можно выбрать произвольно. Например, треугольник в окружающем мире или геометрия Астаны, или геометрия родного города. Работа в парах – приготовить мини-проект в форме презентации, кластера или видеофильма. Подумать и записать критерии оценивания данной работы в соответствии с целью. Каждая пара представляет свой мини-проект в течение трех минут. Остальные оценивают в виде конструктивных комментариев, при этом главное условие – начинать с достоинств проекта. Следующая цель – знать определение медианы, бисектрисы, высоты, серединного перпендикуляра, средней линии треугольника и уметь изображать их, может быть на этапе вызова организовано следующим образом. Задание – сопоставление. Учащимся раздаем карточки с названиями элементов треугольника. Комедиана, бисектриса, высота, средней линии, серединный перпендикуляр. Карточки с их изображением в треугольнике и карточки с текстами их определений. Учащиеся работают в парах. Задание – установить соответствие названия элемента, рисунок и определение. Учащиеся оформляют данные задания либо в виде таблицы, либо наклеивают данные карточки так, чтобы получить соответственно форму таблицы. Данная форма работы позволяет развивать речь и математическую грамотность через работу с текстами. Взаимооценивание данной работы следующим образом можно провести. Одна из пар, выполнившая работу первой или на выбор учителя специальным или случайным образом, например, по номеру ученика или по номеру пары, представляет свою работу. Остальные пары делают комментарии представленного решения. Развитие навыков построения можно осуществить через практическую работу исследований, состоящую из трех заданий. Постройте разносторонний треугольник, обозначьте его и опишите пошагово построение элемента треугольника. Класс объединяется в пары или в тройке, или в четверке, так, чтобы каждая пара выполняла построение одного из элементов бисектрису, или медиану, или высоту, или среднюю линию, или серединный перпендикуляр. Учащиеся выполняют построение на листе А3. Все пары строят разные элементы. Проверка построения описания у доски. Группы вывешивают на доску свои построения с описанием, и каждая группа в течение 30 секунд выясняет устно ход построения. Оценивание можно провести в форме светофор с помощью разноцветных стикеров. Зеленый – все понятно, желтый – есть вопросы, красный – непонятно. Практическое задание. Проверка уровня понимания на этапе первичного закрепления учащиеся выполняют построение медиан треугольника. Им дается картон, пенопласт и плотная бумага. Треугольники вырезаны и готовы. Учащиеся строят медианы этих треугольников. Работа проводится в группах. Критерии оценивания работы. Треугольник находится в равновесии по отношению к поверхности Земли. Проверяется точность с применением острого предмета. В качестве острого предмета можно использовать зубочистки или деревянные палочки для шашлыка. Учитель обращает внимание учащихся на название данной точки – центр тяжести треугольника. Данное задание является заданием, через которое можно осуществить предметные связи с физикой. Проверка понимания на этапе первичного закрепления может быть осуществлена в виде теста «Верно-неверно». Оценивание состоит в пояснении принятого ответа и критерии оценивания применения определения понятия или ссылка на определение. В первой колонке дается чертеж данного элемента, во второй колонке дается утверждение, и в третьей колонке учащийся определяет, верно или неверно данное утверждение. Следующая цель – сравнивать расположение высот в остроугольном, прямоугольном и тупоугольном треугольниках. Можно провести в форме рабочий лист. Учащимся дается рабочий лист построения высот. Рабочий лист характерен тем, что в нем дается краткое описание или типа тетради с печатной основой, в которой нужно вставить пропуски, кратко излагаются некоторые алгоритмы. Индивидуально участники группы строят три различных треугольника – остроугольный, прямоугольный и тупоугольный – и проводят в каждом треугольнике высоты, используя угольник. Делают выводы расположения высот в треугольнике, обсуждают в паре, потом в классе. Учитель акцентирует внимание учащихся на понятии ортоцентра треугольника, его расположении в зависимости от вида треугольника. Домашние задания можно дать учащимся в форме исследования. Практическая работа исследования взаимного расположения медиам, бисектрис, высот, серединных перпендикуляров и средних линий в треугольнике. Инструменты – линейка, угольник-транспортив. Для сокращения времени на выполнение работы учащимся были даны пять таблиц с заготовленными различными видами треугольников. В каждой таблице учащиеся строили один из элементов треугольника – медиану, бисектрису, высоту, серединный перпендикуляр или средней линии. Инструкция по выполнению работы – описать взаимное расположение элементов, расположение точки пересечения, есть ли она или они есть, свойства точки пересечения, есть ли она или они есть. Оценивание данной работы время выполнения домашней работы было указано дифференцированно, исходя из возможностей и способностей учащихся. Критерии оценивания учащиеся верно выполняют по строению и делают выводы. Дескрипторы понимают, сколько элементов такого вида можно провести, находят их точку или точки пересечения, описывают расположение точки или точек пересечения относительно треугольника и указывают свойства точки, точек пересечения. Следующая цель – знать и доказывать признаки равенства треугольников. Объединение учащихся группы можно организовать в форме «Найди пару». В начале урока учащиеся берут по одному треугольнику. Количество групп равно количеству групп равных треугольников разных видов. Практическая работа исследования состоит в том, что учащиеся в результате построения делают выводы и формулируют определения. Например, на листе А4 построите треугольник АВС, у которого угол А равен 48 градусов, сторона АВ равна 5 сантиметров, а сторона АС равна 7 сантиметров. Вырежьте этот треугольник. Сравните треугольники в группе. Какой вывод можно сделать? Как можно назвать метод сравнения? Какие два треугольника называют равными? Сформулируйте определение. Далее можно организовать исследовательскую лабораторию, ролевую игру. Задача исследования. Определите, при какой комбинации из трех равных сторон и углов, треугольники будут равны. Учащиеся строят чертежи треугольников, используя прозрачные обложки плотные, они выясняют, когда треугольники будут равны. При этом учитель дает направляющие вопросы так, чтобы учащиеся определили все случаи взаимного расположения треугольников и равенства этих треугольников, взаимного расположения данных трех элементов. И необходимо проконтролировать учителю вопрос с тремя углами. Учащиеся могут ответить, что никогда не равны или либо всегда равны. Значит, учитель должен откорректировать данный вопрос в плане, что иногда равенство треугольников выполняется. Табличка, которую заполняют учащиеся, состоит из пяти рубрик – комбинация, чертеж, всегда, иногда, никогда. Учитель направляет учащихся с помощью вопросов, в какой комбинации два треугольника равны всегда. Сообщает им, что это признаки равенства треугольников, так как равенство определяется всегда. Учитель обращает внимание учащихся на то, как в геометрии проверяют равенство отрезков и углов, подведя их к доказательству методом наложения. И показывает учащимся, что в случае сторона-сторона-угол треугольники равны иногда, а в случае сторона-угол-угол равны всегда. Значит, сторона-угол-угол можно считать четвертым признаком равенства треугольников, который можно будет доказать учащимися после изучения темы суммы углов треугольника. Доказательство первого и второго признака равенства можно изучить в группах сменного состава, а третий признак изучить позже, после изучения равнобедренного треугольника. Сначала работа в парах и доказательство одного из признаков. Затем работа в смешанных группах, взаимообучение, доказательство двух признаков. План доказательства. Как наложить треугольники? В какой последовательности и какие элементы совпадут? Почему? Вывод о равенстве треугольника. Проверку доказательства теорем можно провести в форме парного опроса на первом этапе и в форме зачета на консультации по мере готовности учащихся к доказательству доски. Критерий оценивания формулирует и доказывает признак равенства треугольника. Дескрипторы предложить описать учащимся без указания баллов. Учащиеся указали точность формулировки, соответствие чертежа условий, указан метод, последовательно описан метод, грамотное использование терминов и обозначения. Указаны применяемые свойства равных фигур. Допустим, у нас есть треугольник ABC и треугольник A1B1C1. Нам дано то, что сторона AB равна стороне A1B1, сторона AC равна стороне A1C1, и сторона B1C1 равна стороне BC. Нам нужно доказать то, что треугольник ABC равен треугольнику A1B1C1. Доказательство. Нам нужно приложить треугольник АВС к треугольнику А1В1С1 так, чтобы стороны АС совместилось со стороной А1С1. Доказательство. Треугольник АВВ1 и треугольник ВЦВ1 равнобедренные, так как две их стороны равны. Тогда угол АВ1В равен углу АВВ1 и угол СВВ равен углу СВ1В. Говорю, правильный? Дану-то, понятно же. Дану-то нужно писать еще правильный дану. Да, такое. Дану-то, ну, это всегда правильный динамик, но дану-то. Нет, знавай же, когда записывайся, что-то правильный. Правильно составленный. Правильно составленный. Четко. Правильное решение. Правильное решение. Правильное что? Доказательство. 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 Посмотрите внимательно в течение минуты на критерии ваших одноклассников. Прочтите их, пожалуйста, и оцените, пожалуйста, критерии на ваше усмотрение, знаком плюс, если они вам очень понравились, и знаком треугольничка, если что-то все-таки вас не устраивает. Следующая цель – решать задачи на вычислении на доказательство, применяя признаки равенства треугольника. Данную цель можно формативно оценить через тест. Тест. Работа в группах по 3, 4 или 5 человек. Обсуждение решения задач в группах, заполнение листов ответов самостоятельно. Можно отметить свой ответ, не ответ группы, а свой ответ в своем листе индивидуальном. Для того, чтобы учащиеся научились решать задачи на применение признаков равенства треугольников, надо сначала организовать работу в группах. Каждый получает лист с вопросами теста и лист для ответов. Сначала предоставляется время на обсуждение вопросов теста в малых группах. После обсуждения учащиеся заполняют лист ответов самостоятельно. Необходимо предупредить, что они могут быть несогласны с членами группы и отметить тот ответ, который считают правильным. Консенсус, то есть единое мнение, в группе при обсуждении ответа на тот или иной вопрос не требуется. На этапе закрепления, проверки навыков решения задач, учитель с учащимися составляет памятку-инструкцию, доказательство равенства треугольников по признаку. Обращает внимание на название признака в описании пояснений, к выводу, например, по двум сторонам и углу между ними, сокращенно сторона-угол-сторона. Примерно план такой. Рассмотреть треугольники. Первый элемент пояснения, второй элемент пояснения, третий элемент пояснения, вывод о равенстве с указанием признака. Самостоятельная работа, решение задач на чертежах может быть по следующему плану. Определите по чертежу равные треугольники, запишите, что дано по чертежу и докажите по плану. Использование интерактивных программ и ресурсов упрощает возможность проверить и своемременно дать обратную связь учащимся по обобщающему повторению или первичному повторению по теме треугольники. Проверка умения применять доказательства равенства треугольников при решении задач на вычислении и доказательства с использованием интернет-ресурса. Составляем диагностические тесты в программах КАКУТ, ЛАЙКЭС, ЗИПГРЕЙД, КЛАССРУМ. Данный ресурс и дает возможность сохранить время на проверку и активизировать работу учащихся и поднять мотивацию. Учащимся очень интересно таким образом работать. И работа не занимает много времени. Вам представлены фотографии, на которых учащиеся проверяют знания с помощью программы КАКУТ. Следующие цели – знать и применять свойства признаки равнобедренного треугольника и цель знать и применять свойства равнобедренного треугольника при решении задач. Можно провести формативное оценивание в виде БЛИЦ-турнира, провести доказательства свойств и признаков равнобедренного треугольника и равностороннего треугольника в форме состояния двух команд. Предложить решить задачи, сравнить условия задачи, ответить на вопросы. Какие из утверждений являются свойствами, а какие признаками равнобедренного треугольника? В чем их основное отличие? БЛИЦ-турнир может состоять, например, из шести таких задач. Три из которых означают, в трех из которых формулировка свойства и в трех других формулировка признака. Свойства биссектрисы, проведенные из вершины, свойства медианы, проведенные из вершины и свойства углов при основании. А признаки по медиане, по высоте являющейся медианы, по высоте являющейся биссектрисы и по двум углам. Самообучение и взаимообучение поможет нам в доказательстве третьего признака равенства треугольника, где учащиеся будут работать с текстом, разбирать доказательства в паре, затем составлять план доказательства. Представление доказательства будет у доски. Одна группа представляет доказательства, остальные оценивают, причем так оценивают. Одни занимают позицию защитника, другие – позицию оппонента. Доказательства свойств и признаков равенства треугольника сначала организовать в парах. Одна равностороннего треугольника организовать в парах. Одна пара свойства, другая признак. Потом в смешанных группах. В заключении хочется сказать, что содержание практики формативного оценивания определяют цели и ожидаемые результаты по каждому из разделов или сквозных тем учебной программы. Но процесс формативного оценивания не стандартизирован и предполагает возможность выбора учителем собственной практики формативного оценивания и понимания ответственности за ее результаты. Используемые материалы и ресурсы покажут вам, каким образом можно правильно организовать формативное оценивание. А в ссылке на интернет-ресурс активные методы преподавания и обучения это один из ресурсов, который поможет вам подобрать интересные ресурсы для развития активного обучения учащихся. Все материалы семинара вы найдете на сайте www.model.niz.edu.kz Спасибо за внимание!